Девушки отдыхают Давай поиграем Мы ведь всегда играли в детстве Вот давай и поиграем Давай Я за этим и пришла Ну? Ульяна уже тебе все сказал? Да, мы с ним поговорили Бедняжка Это внебрачное дитя от него Но мы-то обе знаем, что это не так Оно может быть от кого угодно От любого из мужчин С которыми ты спала Ведь мы с тобой знаем, что ты проститутка Разве не так? Прекрати Правильно Надо прекратить Оставь моего мужа в покое, поняла? Постарайся, чтобы он ушел от тебя А не то я... Что? А не то ребенка у тебя не будет Ну? Ну? Tranquila Tranquila Tranquilita Tranquilita Depende de vos Depende de vos Si insistís En sacarme a Julián Tu hijo No vive Así que Dejes Julián O tu hijo Que descanses, hermanita Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Si la muerte Fue un error Volver contigo Fue peor Es una vida En blanco Y negro Sin color Tonta Pobre Tonta Una soñadora Que a pesar de todo Siempre cree en el amor Tonta Pobre Tonta Una soñadora Que vive En pos Daño Al corazón ¿Cómo pude perdonarte Sin pensar en mí? Siendo rey de la mentira ¿Por qué te creí? Y deja que la pasión Cómplice del corazón Dominará totalmente Mi razón Tonta Pobre Tonta Una soñadora Que a pesar de todo Siempre cree en el amor Tonta Pobre Tonta Una soñadora Que vive apostando al corazón Tonta Pobre Tonta Una soñadora Que a pesar de todo Siempre cree en el amor Tonta Pobre Tonta Una soñadora Que vive apostando al corazón Tonta 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 Я уже говорил, что да. Нет, ты действительно спал с ней? Какого чёрта ты хочешь знать это? Чтобы быть уверенным. Потому что несчастье у этой бедняжки... Оля, или говори, или убирайся отсюда. У неё сбит. Пасел, проходи. Да, сеньора. Увидео я хочу отдать распоряжение по приёму, который мы здесь устроим. Шикарный приём. Не хочу ни на чём экономить. Да. Как вам будет угодно. Как вам угодно. Но сейчас я хотел бы кое-что сказать. Ты не можешь говорить яснее, Увидео? Ваш шофёр, тот цыган, хочет поговорить с вами. Хочет. Со мной? Да-да, с вами, миледи. Что он возомнил о себе, этот невоспитанный цыган? Выгони его, Увидео. Да. Выгони его вон из этого дома. Да, миледи. С удовольствием, миледи. С большим удовольствием. Разрешите. Я сейчас так разочарована, что вышла замуж, бабушка. Почему ты говоришь мне это норма? Потому что мой муж не любит меня. Ты не можешь говорить, что он не любит тебя. Он женился на тебе? Да. Но после медового месяца он отдалился от меня. Но это твоя вина. Моя? Моя вина? Конечно. Хулиан хочет иметь детей. Я подумаю, бабушка. Может быть, я ошиблась. Может быть, это хорошо, иметь детей. Не толкайтесь. Не толкайтесь, сеньор. Я хочу поговорить с ней и сделаю это. Я не позволю. Что такое? Я повторяю, не мешай. Так не ведут себя в присутствии, миледи. Выйдите отсюда, вон. Заставьте замолчать этого бездельника, или же, клянусь, я убью его. Какое непочтение. Вон отсюда, бездельник. Ты слышал, миледи? Пошел, пошел. Вон, бездельник. Я имела в виду тебя, увидела. Выйди отсюда. Выйди. Миледи? Уходи. Как вам угодно, миледи. К вашим услугам. Разрешите. О чем ты хочешь поговорить со мной? Что у тебя там со спидом? Отвечай. Ты меня задушишь? Ты меня задушишь. Отвечай. Извини, я не сдержался. Это правда, что мне сказали? Что именно? Это правда? Что? Что именно? Что у тебя спит, это правда? Какой же ты дурак. Ты веришь всему, что слышишь. Это же ложь. Грязная ложь. Я так устала лежать в постели. Но я не могу подняться. Не могу из-за моего ребенка. Твой ребенок поблагодарит тебя за это, ленивая мать, спасет его жизнь. Ленивая? Я все бы отдала, чтобы сейчас иметь возможность работать. Успокойся и наслаждайся своим покоем. Покой, мими. Да. Ты уже выбрала имя ребенку? Нет. Знаешь, нет. Могу предложить. Какое? Если девочка, назови. Мими. Одной мими на весь этот мир уже хватит. Святая Мария, если не нравится мими, назови Дора. Дора Висконти. По-моему, замечательно. Слушай, ты ненормальная. Лежимитра. Так она проведет всю жизнь на кухне и в ссорах сеньоры Хильды. А если мальчик? Если будет мальчик, то назови Хулиан. Так он вырастет большим и красивым. Руди. Так он будет нежным и добрым. Как угодно. Но только не о видео, потому что получится пингвин. Что такое? Что с тобой? Что с тобой? Мне страшно. Мне страшно. Мне страшно за ребенка. Я не позаботилась о нем. Мими, а сейчас я боюсь, что его потеряю. Мне страшно за ребенок. Что с тобой? Возможно. Действительно? Я же вышла за него. Но это действительно невозможно. Он влюблен... Влюблен в... Замолчи. Он любит только меня. Только меня. Ты сама не веришь в это. Ты сражаешься с ветряными мельницами. И не хочешь принять того, что осознаешь в глубине души. Ульяна не любит тебя. И ты его тоже не любишь. Откуда ты взял эту ерунду? Твои глаза. Твой взгляд. Они говорят обо всем. Когда я держу тебя в моих объятиях. Когда прижимаю тебя к себе. Пожалуйста, Норм, разведись с Ульяном. Ты с ума сошел? Я и не думаю о разводе. Но... По крайней мере сейчас... Когда у нас будет ребенок... Что? Угу. У нас с Ульяном... Наконец-то будет ребенок. Мы разговариваем. Зачем ему выходить? Выйди, Руди. Мне надо сказать Паломе что-то важное. Не переживай, Палом. Мне все равно надо идти. Я загляну попозже. Я буду ждать тебя. Слушай, Норма, если ты собираешься вести себя так же, как ты... Я пришла по другому поводу. Говори. Так вот, я думала о тебе и пришла к выводу. Бедная Палома. У нее действительно нет будущего. У нее ничего нет. Ведь все здесь принадлежит мне. И кроме того, она ждет ребенка, у которого нет отца. Это очень плохо, дорогая моя. Норма. Поэтому я пришла к тебе с предложением, которое может быть выгодным для нас обеих. Я не понимаю. Это очень просто. Я куплю у тебя этот груз. Какой груз? Твоего ребенка. Я куплю твоего ребенка. И так. Я уже говорил. Дела плохи. Мы можем выйти на минуту? Все, что я могу сказать, Палома должна слышать. Да, бабушка. Я хочу все знать. Мне это необходимо. Не важно, что произойдет со мной, доктор, но мой ребенок, с ним все хорошо. Скажите, пожалуйста. Скажите, что он вне опасности. Скажите мне это, доктор. Прошу вас. Мой ребенок. Я не верю тебе. Я не верю ни одному твоему слову. Норма, зачем мне лгать? Я не знаю, но я тебе не верю. Моя мама не самоубийца. Норма, я сам это видел. Она уже пыталась два раза. Боюсь, что в третий раз ей это удастся. Я боюсь этого. Но почему? Почему она хочет смерти? Пожалуйста, не обвиняй ее. У нее ужасная болезнь. Не у всякого хватает смелости жить с этим. Я не могу поверить в это. Просто не могу. Я не стану обманывать тебя, Палома. Я должен прямо сейчас же отвезти тебя в больницу. У нее начались роды. Схватки каждые 10 минут. И становятся все чаще. Ну, что будет с моим ребенком, если он родится сейчас? Нет, 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 нет. Успокойся, Палома, пожалуйста. Я не успокоюсь. Уходите отсюда. Палома. Уходите. Я же сказала, уходите. Я никуда не поеду. Слышали, никуда. Я останусь с моим ребенком. Это мой ребенок, мой. Фильда, пожалуйста. Никто тебя у меня не отнимет, малыш. Я не разрешу. Боже, сделай со мной, что хочешь. Ну, оставь мне ребенка. Господи, я отдам мою жизнь, если нужно. Но пусть с ним будет все хорошо. Я умоляю. Я умоляю. Умоляю. С тобой ничего не случится, малыш. Мама всегда будет рядом. Папа. 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 Ты же так близка от Бога. Попроси у него спасти моего ребенка. Пожалуйста. Пожалуйста. Скажи, я так люблю его. Скажи, что я буду лучшей матерью на свете. Это моя вина. Моя, Господи. Я знаю. Прости меня, Господи. Прости меня. Прости меня. Услышь меня, Господи. Не входи, Хильда, пожалуйста. Палома, дорогая, сделай так, как говорит доктор. Уйдите. Ледка, послушай, пожалуйста. Я умоляю тебя. Уйдите. Уйдите. Пойдем. Уйдите. Мне нужен телефон, чтобы вызвать скорую помощь. Он внизу в гостиной. Хорошо. Эдуардо, ребенок будет жить. Ими, да. Я пытаюсь salvar ее жизни и ее... Эдуардо, пожалуйста. Эдуардо, пожалуйста. Это не может быть. Мы должны сделать что-то. Мы должны окружить ее вниманием, которого ей не хватает. Она должна знать, что ты любишь ее сильнее, чем прежде. Так она сможет прожить еще несколько лет. Этого недостаточно. Ясно, что она в состоянии глубокой депрессии. Мы должны положить ее в больницу. Не важно, что я потом буду чувствовать себя виноватой. Я тоже думал об этом, но, Норма, мы не можем сделать этого сейчас. Она убьет себя. Именно поэтому мы должны положить ее в психиатрическую больницу. Там за ней присмотрят. Не знаю. Не знаю. Возможно, Норма права. Конечно, права. Конечно. Что? Я права. Попроси своего брата позаботиться об этом. Он найдет хорошее место для нее. Лучшим местом для нее является этот дом, где у нее дочь и семья. А если что-нибудь случится, как мы сможем уследить за ней? А что будет в психиатрической лечебнице? В таком месте за ней будут наблюдать. Ты уверена, что хочешь положить ее туда? Больше, чем когда-либо, Хулиан. Это для ее же блага. Хулиан, ты возьмешь на себя ответственность за то, что может случиться, если она останется здесь? Хулиан, иди, пожалуйста, сюда, иди быстрее. Похоже, Палома теряет своего ребенка. Что? Она в своей комнате. Врач сказал, что ей надо ехать в больницу. Она не хочет. Постарайся убедить ее. Ты никуда не пойдешь, Хулиан. Это не твоя проблема. Постарай меня, Норма. Речь идет о жизни твоей сестры. Это ты делаешь ради моей сестры? Ради моего ребенка. Ты видишь? Он меня не любит. Норма, сейчас не время. Твоей сестре нужна помощь. А почему он должен оказывать ее? Норма, пожалуйста, дорогая. Доктор. Доктор. Скорая уже выехала. Да, доктор. Это моя внучка, Норма. А вы можете убедить свою сестру поехать в больницу? Нет, нет. Хулиан попытается сделать это. Хорошо. Пусть поторопится. Потому что скорая придет с минуты на минуту. Куда ты пошла? Я хочу забрать своего мужа. Нет, я тебе этого не позволю. Отпусти меня. Я не позволю тебе этого. Выслушай меня, Палома. Уходи, Хулиан. Уходи. Ну, послушай. Я не хочу никого рядом со мной. Я знаю, зачем ты пришел. Ты тоже хочешь, чтобы у меня отняли моего ребенка. Как ты могла такое подумать? Это не так. Это и мой ребенок тоже. Поэтому ты должен защищать его жизнь. И если его заберут, он может умереть. Понимаешь? Я не хочу ехать в больницу. Я не хочу, Хулиан. Не хочу. Не хочу. Не хочу. Я думаю о вас обоих, Палома. Единственный способ спасти ребенка, это поехать в больницу. Там и ты, и ребенок. Получите всю необходимую помощь. Нет, Хулиан. Я не хочу. Не хочу. Они хотят отнять его у меня. Мой ребенок должен жить. Он должен жить. Жить. Палома, послушай меня. Ты не потеряешь ребенка. Но для этого надо поехать в больницу. Я боюсь. Я знаю, что они хотят сделать. Ты не потеряешь ребенка, Палома. Вот увидишь. Обещаю тебе. Поглянись. Что ты не разрешишь им забрать моего ребенка? Пожалуйста, Палома, вставай. Пожалуйста, Хулиан, поглянись. Она так плохо себя чувствовала, что даже выгнала нас из комнаты. Бедняжка. Боже мой, почему на этот дом обрушилось столько горя? Боже мой. Я не хочу быть суйей, тем более палачом, но все, что происходит, не случайно. Она должна была быть внимательнее. Она не только не была у меня на приемах, но и принимала сама медикаменты. Это моя вина. Я не должна была ей ничего внушать через волосы. Не мучай себя, Митра, в этом нет смысла. Ну как, Хулиан, ты ее уговорил? Можно я поговорю с врачом? Да. Доктор, Палома может поехать завтра в больницу? Она полностью разбита сегодня. Я не думаю, что это хорошая мысль. Ситуация серьезная, очень серьезная. Нельзя больше терять времени. Боже мой. Говорят, я не смогу заключить сделку. Груз, который я хотела купить, исчезнет. Как ты можешь так говорить? Я всегда говорю прямо, сестричка. Я не хожу вокруг да около. Каждый получает то, что заслужил. И ты теряешь ребенка, потому что ты дура. Нет. И потому что ты хотела украсть то, что принадлежит мне. Это неправда. Ах так? Ты была довольна, разрушая меня, да? Так вот, теперь я довольна, глядя на то, как ты разрушаешь себя. Почему ты так жестока, Норма? Нет. Я жестока? Нет, это высшая справедливость. Бог есть. Это лучшее доказательство. Замолчи. Уходи. Почему? Я совершенно не мешаю тебе. Почему? Уходи отсюда. Что тут происходит? Ничего, бабка, ничего. Я услышала. Она плачет и решила помочь. Мне так жаль ее, бедняжку. Я же сказал, что это не моя прихоть. Нужно везти ее в больницу сегодня. Доктор, я вам полностью доверяю, но может быть завтра? Наоборот, любая задержка опасна. О чем вы говорите, доктор? Когда она была у меня на приеме, симптомы были слабыми. Поэтому я прописал постельный режим. Был риск. Но сейчас она уже рожает. Как рожает? Это не выкидыш? Нет. В этот период беременности это уже не выкидыш. У нее схватки каждые 10 минут. И интервал сокращается. Роды начинаются. Доктор, она очень боится. А что произойдет с ребенком? Подумай сам, Хулиан. У нее всего 5 месяцев беременности. Маловероятно, что ребенок меньше 28 недель может выжить. Обычно они умирают. Почему вы плачете на кухне? Это не самое подходящее место. Разве вы не понимаете, что так бактерии могут попасть в пищу? Как вы можете думать о еде в такой момент? Вы так бесчувственны. Могу спросить, что это за такой момент? Разве вы не говорили, что всегда знаете, что происходит в доме? Конечно, конечно. Я все знаю. Все. Тогда что я могу вам ответить? Ты хочешь сказать, что что-то случилось с моей синьорой? Вы ошиблись. Не эта змея. А моя палома. Моя палома? Синьорита палома? Неужели вам все равно? У вас каменное сердце? Вы бесчувственны. Я уверяю, синьорита Понпон. Я очень переживаю. У поэтов все страдания на виду. Тогда почему вы не плачете о видео? Здесь происходит трагедия. А у вас ни один мускул не дрогнет на лице. Трагедия? Какая трагедия? Палома. Палома может потерять своего ребенка. Разве вы не видите о видео? Это несчастное создание в такой опасности. Живто. Синьорита. Синьорита. Надо ехать в больницу. Выхода нет. Мой ребенок, Хулиан. Мой ребенок. Любовь моя, у тебя уже начались роды. И ты должна ехать. Помоги мне, пожалуйста. Я не хочу, чтобы он родился сейчас. Он не может родиться сейчас, потому что он умрет. Только не сейчас. Только не сейчас. Помоги мне, Хулиан. Помоги мне. Да, да, да. Я уже иду. Что случилось? Плохие новости, папа. Похоже, Палома теряет ребенка. Хулиан попросил оказать ей психологическую поддержку. Она очень плохо себя чувствует. До свидания. Что случилось? У Паломы осложнение с беременностью. Разве ты водишь машину? Я даже не знаю, как у машины дверь открывается. У тебя нет денег на такси? Конечно, есть. Хорошая мысль, Митро. Пойдем переодеваться и поедем в больницу. О чем ты говоришь? Это лучшее из моих платьев. Тогда пошли. Идем, идем. В этот момент очень важно контролировать себя. Иначе ничто не сможет помочь. Мой ребенок в опасности, а вы говорите мне. Я знаю, это трудно. Но вы должны постараться. Видите, когда вы нервничаете, боль становится сильнее. Я все выдержу. Только спасите моего ребенка. Доктор, позвольте мне быть рядом с ней. Конечно. Кулиан, подойди. Да, любовь моя. Подойди. Ты обещал, что ничего не случится с моим ребенком. Ты поклялся. Доктор, позвольте мне быть рядом с моим ребенком. Заметила, как взглянула на нас медсестра. Как будто мы крысы какие-то. И, видимо, она не очень ошиблась. Как ты можешь начинать ссору в такой момент? Ты права. Вот видишь? Но я уже привыкла. Плохие привычки. Плохих привычек набираешься от других. Перестань умничать. Я еще больше нервничаю. 209. 200. 210. 200. Давай войдем. Нас никто не увидит. Иногда тебе приходят неплохие мысли. Что вы тут делаете? Мы ищем палату. Эти цифры такие мелкие, ничего не разобрать. Мне кажется, вам обеим надо сходить к окулисту. Как полома. Лучше пройдите в приемный покой. В любой момент может начаться операция. Разве операции проводят прямо в палатах? Не волнуйся, ее отвезут в операционную. Что врач сказал о ребенке? Единственное, в чем могу уверить, с поломой ничего не случится. Идите в приемный покой, я сейчас догадю вас. Слава Богу. Идите. Слава Богу. Ульяна, я подожду еще немного, прежде чем отправить ее в операционную. Она сможет здесь собраться силами. Мы здесь вместе, потому что очень хотим, чтобы у нас родился этот ребенок. Поэтому мы вместе. Боже, ты не дашь увянуть нашим надеждам. Мы можем не соединиться вновь, поэтому не дай потерять его. Потому что нерожденный ребенок это приговор его родителя. Это приговор тем, кто хотел быть его родителями. Прошу Тебя, Боже, не выноси этого страшного приговора. Боже, ты играешь жизнью моего ребенка, жизнью, которую я дал ему, порыве безумной страсти. Эта жизнь не может угаснуть просто так. Иначе я не вынесу этого иху, Господи. Сидеть здесь. У меня не выдержит нервы. Я ощущаю себя бесполезной. Лучше бы я помолилась в церкви, чтобы говорить с Богом. Мне нужны ни церкви, ни иконы, ни фотографии. Надо нести его образ в своем сердце. Я уже давно молюсь. Я вижу, ты сегодня все время побеждаешь меня. Ты права, Митра. Любое место хорошо для молитвы. Ты абсолютно права. Тильда. Ты напугал меня. Я думал, что это врач. Где Палома? Ульяна попросила меня прийти поговорить с ней. Идем, я покажу тебе. Ульяна! Ну, как она? Она сейчас с врачом. Ей не очень хорошо. Не знаю, может быть, тебе сейчас не надо идти к ней. У нее четырехсантиметровая дилатация. Доктор, схватки участились. Доктор, спасите моего ребенка. Пожалуйста, доктор. Спасите его. Спасите. Господи, спаси ее, спаси ее и ее ребенка. Господи, будь милосерден. Господи, не выноси этого страшного приговора. Не отбирай жизнь у моего ребенка. Ведь он еще даже не появился на свет. И его жизнь не может вот так угаснуть. Иначе я просто не вынесу этого. Господи, айху. Держись, Хулиан. Боже, спасибо. 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 Любовь моя, что с тобой? Ты не должен тесеть надежду, Хулиан. Все будет хорошо. Со мной все нормально, Норма. Ты знаешь, я как-то разговаривал со своей сестрой, и она согласилась, чтобы мы воспитывали ее ребенка. Это будет наш ребенок, любовь моя. Это мой ребенок, Норма. Мой. Вот ключи от дома. Вот это да. Никогда не думал, что сокровище будет в моих руках. Не говори ерунды, Иванхелина. Пока Дора жива, тебе нет пользы от этих ключей. Как ты собираешься покончить с ней? Не спеши. А ты не успеешь. Ты уже знаешь условия. Какие условия? Сначала ты разводишься. А после этого, сразу после этого, я устраняю Дору Висконти. И когда это произойдет? Очень скоро, компаньон. Очень скоро. Доктор, ну что, что там, как палома? Мы уже закончили. С паломой все нормально. Слава Богу. Она будет спать в течение некоторого времени. Слава Богу. С паломой все нормально. А что... Что с ребенком? Как я и предполагал, он не выжил, он умер. Он урод был в утренчик. С папой. От меня подозреты. Продолжение следует...